Гнига третья Торы Моисеевы, Левит, десятая глава, с первого по седьмой стих. Надав и Авиуд, сыны Ауроновы, взяли каждый свою каденницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал приближающихся ко мне освящусь, и перед тем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Месаила, Елцефана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища застан». И пошли и вынесли их в хитонах их застан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару и Фамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых пожег Господь». Здесь речь идет о чуждом огне. Нигде, ни у кого из святых отцов этого не нашел и вообще нет. Что это? Ну, по сегодняшему сказать так, вот красноармесы захватили, храм священника повесили прямо на старских братах, а где образ креста, они проткнули рот, ставили папиросы. «Кури, товарищ, пока мы здесь!» Вот это чуждый огонь. Что-то взято было, видимо, от идорских капель, где возжигание идет. Это два митрополита, сыновья Аарону. И Бог их убил. Представьте эту картину. Вот у нас служат архиереи, вдруг сразу падают. А за что? Огонь, который в людях они возжигают, он не божий, он чужой. Что бы ни было, правители мира не делали, они все одобряют, причисляют. Построили огромный храм, сейчас показывают. И там даже министр обороны, набранный там, ну, знаете ли, там, Матвиенко, которая, ее фигура там в храме. Главный храм. Кадила, в который там несколько... Порошинки кладутся, кладутся дым. Здесь такое кадила, где вентилятор работает, что полтора километра разносилось. А в народе люди знают, видя это, и говорят, храм для дьявола. Это главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Мы должны быть очень внимательны к слышанному. Мы проходим это место не первые. И после того, как все это прочитаем, что говорится, посмотрим, сколько чужого у нас. Чужое в общине, чужое в храме, чужое в семье, на улице, в домах, в государстве. Ночью и днем мы окружены этим. Мы должны сегодня прямо понять, что это не просто посторонний или малознакомый человек, а чужой. Чужой по всем параметрам. И он будет только злодейство делать. Он специально подосл, он будет это делать. А не специально, значит, у него должность такая. Вот такой-то там говорит человек. Вчера на меня один вышел, его долго говорили. Я только говорил маленько, я вижу, он бесноватый. Он одержимый демонами. Он дрогнул сразу. А как вы, как вроде, узнали? Тебе видно по глазам, как губами шевелишь. Ну, надо просто знать, молиться в этом. Абсолютно все переворачивает. Слово Божие скажешь, вот раз, раз, вывернул. Я говорю, наверное, бороду брешь. А православный? Не просто как-то. Ну, а что? Ну, какой же ты православный-то безбородный? Ты иконы проверь, где? А есть такая икона, где-то там, кто-то кого-то нарисовал, он заелся и пился. Ну, это ты-то, посмотри, икона-то. Маленько глянь. Прямо левит говорит, не порти края, портит. Подравнять это. Это порча, не подравнивание. Надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Мы плывем не в доброте, не в милостыне друг друга, не в милостивой, а в мерзости. Вот женщина носит мужскую одежду, идет без подка. Библия говорит так, 22.6 старозакониям говорит. Если мужчина носит женскую одежду, а женщину мужскую, мерзость перед Богом. Мы в океане мерзости плывем по улицам, машинах, предприятиях, школах. Мы, но она, раз она мерзает, мерзавка, другого названия-то нет. И сколько за день вот мы идем, я еще один раз так увидел, какая-то прошла мусульманка, и он идет так, вид, платье до полу. Сумели сделать? И священники тоже начали оправдывать. Чуждый огонь. Да это ничего нет, вроде ей ширинка так говорит, спереди, а не в другом месте. Да при чем тут? Одежда, штаны. Вот показывают, когда время перед этим было, перед перестройкой, в магазине везде стоят люди, ни одной нету штана. А то мы сегодня можем видеть, это наша страна. Чужое, мерзкое, с радостью схватили. И маленькие девочки идут, она еще и не знает, что такое платье, не носила. Слава Богу, у нас это одевается как? Как Бог дал, по милости Божией. И вот мы, когда читаем здесь слово чужой, особое внимание обратим на это. Что у нас чужое? Святое, чистое, проверки нет, это не должно даже быть ее, потому что десятки раз проверили, это Библия. Синодальный перевод, 1876 год. Я много занимался, тысячи часов ушли. Сравнивал на разных языках, какие я знаю. Знал. И скажу, что этот перевод самый богатый, самый лучший. Это доказывает нам тот, кто переводил. Ян Златонус, когда говорил проповедь, у него еще 4 перевода лежало перед ним на греческом языке. Септуагин, Симаха, Федятион, Ахилы. Это разные люди переводили. Переводы, конечно, другие слова, бывают, но это одно и то же. А когда на русский язык переводили, 4 духовные академии. 4 духовные академии. И это не все. Синод проверял. В месяце 3 дня было, когда принимал Синод. заявки, заявки там все было, кого-то убрали. А один день посвященный просмотру новых переводов, частей поступающих. И 1876 год. И 1876 год самый важный в истории России. Россия получила Библию. Мне ничего не было. 900 лет прошло, и в руках ни Евангелия никто не держал. Кому поклонялись? Как веровали? Наш отец тоже признавал, что Бог есть. И он, что такое воздвижение? Ну, это вся тварь сбегается, там, змеи, лягушки на зиму. А в Сретине зима с летом встретилась, все знают. То есть, вот в этих вопросах. Имя Ирины это мирное, а нет, Ирина это капустница. В это время капусту высаживать надо. То есть, все абсолютно знали. Но кто-то же это научил так. А сегодня сколько? Вот посмотрите, чужой. Ты венчался? Венчался. Так я не первый раз венчаюсь, три раза венчался при живых женах. А это чужая тебе жена, она не жена тебе. Это два грудника сошлись и прочее. Так она тоже венчалась до меня. И все живые. Для венчания только одна причина. Неверность. Об этом нам говорит Библия. Это слова Христа говорят. Но неверность-то так. Ты можешь развестись. Но жениться не можешь, пока она не умрет. Тут второе условие-то выполняйте. Нигде не выполняется. Сегодня патриархия объявила 12 причин развода. Не сошлись взглядами. А еще. Он говорил, что эта собака чемпион России. А я сказал, что нет. Она только чемпион города нашего. И все разошлись в дребезги. Так много разных причин. Мы вот сейчас посмотрим, как чужие люди приходят, торгаются, как Бог, Дух Святой нас предупреждает не идти за чужими. Мы не можем их убрать. Но нужно сделать так, чтобы мы как будто их и не видим, только помолиться можем. Чужий огонь. И вынесите застан. На кладбище нельзя. Скорее вынесите с территории нашей, где мы остановились. Чтобы кто будет содействовать, и тому смерть будет. Мы же прочитали сейчас об этом. Не так, что генеральные секретари партии умирают, там грязи другие, рассылают, она не против его, чтобы отпели, и во всех храмах отпевали официально. Но он же неверующий. Генеральный секретарь самой убийственной на земле партии. Более человека ненависящей организации не было. Своих. Чтобы раскулачить, только лучших крестьян убрать, 12 миллионов проглотил сатана. 12 миллионов. Мы-то ничего не умеем делать, а они все делали вручную. А когда другое, что было, 37-й год, сколько унес, их отпевают, мы совершенно не понимаем, что мы делаем. Ну, хоть он раз в храм заходил, он разрушал храма. Но почему же его поминаете? Мы сейчас увидим, как у нас многое прилипает то, что чуждо тому, что находится на пути нашего спасения. Я неоднократно об этом говорил. Вы будьте внимательны, считая Слово Божие. Притом считайте и каждый день. Не так, что... Я верующий. Библия есть и есть. Где? В дом пришли. Он лечит. Да где-то она была. А когда в последний раз брали? Он спорашивает. Уже на когда? Да когда? Года два назад. Ежедневно считай. Да не отходит книга с ней от уст твоих. Слово считай. Не от ушей, не от глаз. Да бы в точности исполнить написанное в ней. Иисуса Новина 1.8. И вникай в себя и в учение. Как ты можешь в себя вникать, если ты не знаешь, что ты делаешь? Один день разбери, возьми бумагу, напиши. Встаю. Я в начале детского лагеря был. А во сколько встаешь? Ну по-разному. А во сколько? Ну в 11, в час. Ясное дело, что он ночь где-то ходил. Зачем вот до часу-то лежал при солнце? Сколько встаёте? Я могу вам посоветовать. В 4.40 вставайте. Не позже. А почему? Я не могу ответить. Ложитесь раньше. Выберите всё ненужное. Уберите. И чтобы ночная молитва хоть немного была. Ну встань хоть стопоклонную молитву. В это время люди где-то гибнут. Я вам говорил, о чём мы молимся, приходя куда. Думаю, даже обратиться в органы власти. Это УВД края и в КГБ. Ну сегодня ФСБ называется. Вчера я, по милости Божией, специально сделал себе аппарат такой и замерил, сколько на мосту от дороги до воды. Если кто-то вздумает взорвать мост, сколько ему потребуется. Не такой мост уж охранялся. Где? В Крыму. Взорвали, люди погибли и всё обрушилось. А почему никто не охранял? Охраняли. Машину почему не проверяли? Полную взрывчатку на селёдку пригнали. Проверяли. А мы каждый день ходим и молимся. Сохрани, Господи. Придём, помолимся прямо под мостом. И пошли домой. Проходим мимо площадь Баварина всё время за Владимира. Почему? Вот этого ничего бы у нас не было. А его забыли, как будто никогда не было. Я в редакцию позвонил. А что, он умер и всё. Нет, не всё. Добрые дела идут вслед его. Он к нам относился по-отцовски прямо. Мы одногодки оказались. И мы каждый день туда проходим и обратно. И два останавливаются. Народ, не народ. Мы три поклона и поминаем. Помяни его, добрые дела, Господи. Упокой в обителях небесных. Почему? В его биографии прямо написано вероисповедание православное. Это без сомнения. Я специально исследовал это дело. И вот здесь слово чужой. Скажут, о чём сегодня была проповедь? Чужой. Ну, не трудно вам. Ты сейчас пришла и видишь, ну, одинаковые курицы. Это чужая. Тут разбираешься, потому что твои зёрнышки там на куриотные. Это чужая. А человек, который пришёл, ну, а почему его не взять на ночь? А почему ты должна взять его? Ну, так он странник, написано странника принимать. Это странно просто слышать. Такую дать забрести в наш посёлок человек совершенно никакой. Его видно. Он не работает, никто. Надо принять было его. Он пришёл бы и смотрит. Ну, маленько-то может подумать, чужого, не принимай. 10-17 Матвея говорит, остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. Не каждому открывай тайны. Пока ты держишь, она твоя. Если ты не удержал язык, раскрываешь свою тайну домашнюю, что другого-то спрашиваешь? А сколько через это погублено? Я вот разговариваю с прокурором края. Это генеральское звание у него. И он говорит, вот вчера только передо мной тут сидел ветеран войны и плакал. Прямо плакал. Вышел замуж хороший вроде парень. Ну, нам не нравился, но она дочь. А теперь, когда прописался, теперь развожусь и полквартиры ему. А я всю жизнь работал, пока квартиру дадут. Понимаете, сколько еще живого. А почему разводов? Из ста бракососочетаний, которые в ЗАГСе, 84,6% в первые 4 года это все чужие оказались. Другое, если будет с ними, дети, которые были чужие, мы чужие друг к другу, воспитывать некому. Молиться будем определенно, Господи, но мужчина отличать. Дарованное тобой от чужого. Сколько прилипло к Библии? только в одной Америке 21 тысяча разных сект ересей. Называются конфессии. Да какие конфессии? Это ересь, они не церкви. Апостол Павел, когда прощался, мы прочитаем сегодня, как говорил, чужие придут и будут говорить слова, чтобы увлечь вас за собою. Вот мы сколько разговаривали здесь уже, которые люди ушли, никакой причины не было больше. Это почему уходишь? Слова никакого нет. Почему? Домашнее и предыдущее. Вот здесь. Я ухожу, а куда уходят? Вы знаете, ушли, и никого нигде нет. Иногда мы встречаем. Куда? А что об этом знать? Оказалось, никуда. Они потеряли все. А почему? Чужая литература, чужие нравы, чужие люди и уши для чужих широко. Читаем. Псалом 53.5. Как смотрел на это Давид? Вот у нас сейчас Давид сидит здесь. Это мы не по бумажке считаем, он прямо говорит нам. 53.5. Ибо чужие восстали на меня сильные, ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Кто они? Чужие. Правильно прочитал? Псалом 53.5. Да. Да, да, да. Ибо чужие восстали на меня сильные, ищут души моей. Чужие восстали. Мы живем на этой земле, у нас чужие бывают. Вот сейчас пишет родственницы наши там, какие соседи набросали, проехать невозможно, они там стали что-то делать, они сейчас там прямо на них пишут, страшно слышать. У нас у меня знакомый близкий брат на Сибирске. Верующий, у меня даже фотографии есть здесь. Сосед вверху, а вон маленько на склон. А дорожка здесь по огороду проезжает, он говорит, зачем же тут, это моя территория. Он открывает зимой кран, вода течет, замерзает, этому выходить нельзя, залил водой. Он уговаривал, никак, но это только начало. сын работает, возит жену губернатора. И там, где скользко, и прям под автобус залетают с машины. Этого посадили, которые за рулем сидят, а соседский сын. Все кончилось, лед расставил, ушел, людей нет. Вот у нас, смотрите, здесь мы живем. Вот рядом это ночной клуб, там все это нехорошее, и говорят, что он будет расширять территорию, и нам сюда вот это мы помешаем ему. Я сходил, узнал, в городе спросил, в городскую администрацию, мы помолились. Я приезжаю, а их уже нет, он умер. Вот сидел, двухэтажный дом стоял рядом. Ну тут крейки такие, ругань было, что батюшка говорит, а что делать? Молиться. Приезжают, все разровняли, песок, вообще ничего нет, они щепки, даже мы кое-что взяли. Вот как? Богу, когда доверяешься, вынесите это застан, вынеси из твоей души привязанность какая, вырви этот глаз, отруби руку, Господь говорит. То есть, ты в нем души нещаешь, он неверующий, в доме бывает, развращают, курящие, рассказывать ненужное. Ну ты маленько, ты определись, ты же ничего этого не сделаешь. Вот ко мне в лагерь, в лагерь, говорю, в деревню приезжала сестра одна, хорошая, хорошая, просто хорошая, два пюса поставлю, с внуком, внук разве такой приятный. В этом году не приезжая на следующий год. Он увлекся и не вылазит из компьютерных игр. Пропал, все. Это самое страшное разврат, блуд и компьютерные игры. Они бесноватые делаются, дети. Я сегодня ночью получил это известие. Постараюсь ей написать. Скажи, Марина, ты будешь плакать дальше. Она уже это видит. Это чужое все. Это придумали для того, чтобы людей увлечь от Бога. Не важно, что там ты не слушаешь, радио или что говорит. Главное, ты не молишься. Она забивает. Выключи эту шарманку. Не глядись, что не следует. Это все дает отпечаток. Она на молитве даже будет вылазить у тебя. Не так, что один пишет все время. не сохранил себя в девстве. В девстве мужчина в девстве бывает где-то. А теперь не жениться ничего не может. Замучился нехорошим словом сказать. Почему? Ты впустил уже чужого в душу твою. Поэтому детям самое главное говорите, как дорог нам Господь, как дорого святость Соломудрия. Приложите все усилия, пока не поздно. И далее считаем. Притчи Соломона 26.17 Хватает пса за уши, кто проходит мимо вмешивающийся в чужую ссору. Чужие спорят. И особенно это опасно в тюрьме в лагере. Мне это Бог открыл через Александра Исаевича Солженица. Нигде. Они спорят о деле, которое я знаю. А я молюсь в это время. Если я заодно заступился и показал этот враг. Я даже спать ложка ест, он глаз выкинет или еще что-то. Никак. Вы разберитесь сами. Я молюсь. Я знаю, что это не полезно, все люди спорят. Я могу только сказать. Уже вся тюрьма знает. И мне только идут и идут сообщения такие-то идут. Помолитесь и отовсюду обратно. Ждали. Вот такой-то срок будет. В два-три раза меньше дают. Все. Видите. Уже власть у тебя есть на это. И начальник тюрьмы это знает и расспрашивает. И мы не чужие с ним. И он умер по-христиански. Следователь засвидетельствовал. И он принял крещение с полным погружением. Это Бог делает. Я разговариваю с теми, кто сидели священники. Вы проповедовали? Да нет, а что там? Ну дают шашки играть и проще. Как же так они проповедовали? У меня сколько людей там пришло к Богу? Туда не пройдешь. Там охрана. А так меня завели туда и когда смотрели, то опять попал Соловкин. Тогда была семинария, тебе сейчас академия будет здесь. Так все и получилось. Академия настоящая. И уже первый день отбой в десять. С восьми я проповедую. 75 человек ни один не курит. Открывается камера, стоят с двух этажей охранники слушают. А то никто не слышал и не видел никогда. Я разговаривал с Зоей Крахманником, Глеб Бьякунин в семь лет отсидел. Дмитрий Дудков никогда никто не слышал. Почему? Бог, моего там ничего нет. Я просто Господь взглянул на меня и все. Один говорит, а как епископы ставят? А на кого плюнет Господь, говорит, тот и станет. Помазал глаза брением и все. Выбор у Бога очень простой. И сегодня все еще вспоминают. Я ничего не придумываю и вам говорю. Будьте внимательны. Я не считал, что эти люди недостойные. С чего я буду бисер сыпать? А я не знаю, бисер это или не бисер для него. Я первый раз с ними говорю. А первый раз раз говорю, тут охраны свои, внутри, которые есть. А у меня уже по шесть раз судимые. И впервые они услышали Слово Божие. Самое грамотное. Да мало ли, что бумага все терпит. Но уже два дня прошло, уже обращаются. Скажите, а вот этот вопрос решается Библия или нет? Решается. Мне сейчас каждый день засыпают. А сегодня в три утра я уже за компьютером сижу. В четырех утра я отвечаю на вопросы новым людям. Новые, с других республик, с других стран. если Господь благословит на этой неделе, еще мы готовились в четверых томниках издать проповедью стихах, уже договор будет с типографией. Все приготовили, работали. Этого никогда не было. Запомните, однако каждая книга 882 страницы. 96 страниц только фотографии в каждой будет. Работал целый коллектив, чтобы нас не обманули. Потому что к типографии мы не едем. Все по интернету. Типография та, которая помогала мне все издавать. Его звать Эдуард. Так что помените. Это директор. Алтаев или Шорстый зовут. Я не знаю кому как, но у меня они все очень хорошие были. Я вот когда людям говорю, я в жизни не встречал моим делом, чтобы занимались КГБ, полиция, милиция, и мне плохие люди ни разу не встретились сочувствующие, рассказывать вот это вот. Давай, чтобы этого не было. От этого можешь отказаться. Могу. чтобы я больше не распространял, а хипел и буллак. То есть помогает явно. Ты посмотри с кем ты работаешь, какие у тебя там люди. И где-то у меня в бедах попроси помолиться за них, чтобы у тебя в свое присутствие там начальник где на работе. Я знаю, вот брат говорит. Почему? Потому что мы окружены июремией. Мы не подземные, не пещерные, как монахи. И далее. Иеремия 2.25 Вы хоть Татьяны нет, никто и не записывает это. Сестры наши. Хорошо. 2.25 Если стихи начинались бы с новой строки, то это бы легче искать было. Не давай ногам твоим испытывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не найдется, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Господь говорит, не ходи туда, не пеешь, не говори, я люблю чужих. Это Иеремия говорит. Это страшные слова. Когда они уже пошли в Египет, остаток которого ввели, а некоторых оставили, и попросили молиться его. Он говорит, я пойду помолюсь о вас, а мы будем ждать нам идти в Египет охоту, потому что это старатник наш. Это не просто так, он Китай за нас. Он говорит, я пойду помолюсь, и Бог ответит, если. Но вы не будете слушать, делайте по-своему. Он заранее предупредил, ушел, два дня молился, и Бог сказал, не ходите в Египет. Ну, а тут нас ничего вам не будет, я вас охраняю, скажи людям, чтобы не ходили. Он пришел, говорит, ответил, ответил Бог, ответил, никуда не ходите. Значит, все, что вы купили, билеты и выбросьте, это бесполезное дело. Ну, что взяли? Да мы уже подготовили, там, куда едем, позвонили, им нас ждут. Не ходите. Нет, это не от Бога у тебя было. И все кончилось. Не от Бога. И заметьте, вот кто что несет, ну, что берет с собой, там, хлеба взять, сухарей, еще что-то там. А Ереме что взял? Он взял булыжники, небольшого, обмазал глиной, в котомку положил, и все думают, а зачем? Да пока не знаю, Бог сказал взять. И когда пришли в Египет, безопасное место отдали, где берешься до них, и оказалось, он стал копать, и туда булыжники заложил, ну, все, в уме или нет, и пророк еще Божий. Нес, 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 шли сюда два месяца, и теперь зарыл. Зачем? Он говорит, от кого вы убегаете, тот царь придет сюда, и на этом месте он шатер поставит, я фундамент ему заложил. Понимаете как? Я сваи забил, чтобы программа не погибла нигде. Вот как? А тут, да видали мы это дело, будьте внимательны. Вот у нас есть люди, по нему ли как-то говоришь, а кто? Да вот такой-то, какое-то бывает название, байнис, играет, значит, так называешь, кто-то, писатель. А есть такие люди, которым другого не скажут, как чужой. У меня есть такой человек, я, значит, спрашивает, что, я говорю, чужой, бесполезно. Он все время изыскивает, какой-нибудь пакет сделать, он усиливает молитву о себе. И если это бывает, человек еще в радости, от него не избавишься, вот день и ночь плетет венец тебе на голову. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Это единственное блаженство, дарующее. Этот человек избран на то, чтобы сплести венок. Вот мы так должны рассуждать. А не так, а я его тоже подкараулю. Нет. Ему выпал этот жребий, страшный жребий, идти в другое место, в которое сегодня бы никогда не пошел. Итак, Осия 7-9. Чужие пожирали силы его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. Ну, чужие, чужие, чужие люди, чужое государство. У нас это есть. А куда все и шло? Чужие. Вы знаете, сколько миллиардов рублей отправляли в другие страны. Там и Куба, и Ангола, и все. И раз все лопнуло, и многое-то правительство, республики отскочили. Мы всем прощаем. Ну, не прощаешь, а как ты возьмешь с них? Государство другое, все пропало. Кормили, поили, никакой нету. И там уже, ну и, ну и, власть, которая нас ненавидит смертельно. Посмотрите, что делается в Польше. Она же входила в Варшавский договор. Посмотрите, что делается в Венгрии. Все, которые были про-советские, я называю, чтобы понятно было. Сегодня другие правители. И они все поддерживают ту сторону, но не здесь. Ну, там, Словения еще, как бы, на толку от них. Итак, 8-12, здесь же. Написал я ему важные законы мои, но они сточены им, как бы, чужие. Вот я одно дело говорю, повторяю, надоедаю, но я еще раз скажу, я оправдан буду перед Богом. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Мы выходим, у нас прямо написано. Мы все, в данном случае, если бы, ну, а как быть-то, если ты священник? Я не знаю, как, не нахожу ответа. Ну, добавлены там слова в Отче наш. Ибо Твое есть царство, сила и слава. Нет, Отца и Сына и Святого Духа туда киснули. Зачем? Там не написано, что, какие слова. Не прибавляй к словам его. Я спрашиваю, Отче наш, это его слова? Ну, Иисус, учил молиться. Зачем вставили? Кто вставил? Когда? Никто не знает. В каждом храме это есть. Не за это ли нас Бог карает? Не за это ли, дуста наши ложи от правды не отличают. Не прибавляйте к словам его. Ну, тебе охота, Отца и Сына и Святого Духа. Ну, закончи. Осталось одно предложение. Ибо Твое царство, Отца и Сына, не надо говорить, а дальше? Ибо поет, царство, и дальше, как мы заканчиваем. Нет, я именно туда включу. Я не против слов, против добавки. Это Бог говорит. Притча 30, глава 5, 6 стих. А почему? Всякое слово Бога чисто. И Он щит для уповающих на Него. Он ничего с собой не сделает. Я ревную о Боге. Я брату неоднократно говорил. А что я сделаю? А может он убрать? Может. Может. Тем более, у нас никакого другого надзора нет. И рядом сразу же Отца и Сына и Святого рядом. Прямо с рядом прочитаем. Три раза прочитаем. Как Христос воскрес измертых. В таком порядке. Вам понятно, что говорю? Есть второе такое место, где я был. Велища душа Моя Господа. Зачем туда добавляют счастнейшую хирургину? Добавляют там 6 раз. Ты отдельно 67 раз прочитай. Ну, в молитву-то зачем влезли туда, в молитву? И после этого опять вставляются. Ну и первые строчки-то и делайте припевом. Велища душа Моя Господа. Два слова бы говорили. Мы бы... Я это, как говорят, фибрами души. Я переживаю. Я буквально болею об этом. Не за себя. Господи, ну как же это мы такие-то? Я знаю, вне церкви нет спасения, а церкви-то сколько на нас снова? Люди говорят, ну она считает, там, столб правды. Это Павел говорил о той церкви, которая была не под правительством. Все вы путаете-то. А была такая, да. Да, такая избрал. Я избрал, он не предателем. Он потом стал предателем. Мы должны все-таки научиться рассуждать. Ой, душа ребенка, она по природе христианка, Тортилиан сказал. Христианка, она была в раю, а сегодня она душа язычница. Уже маленький ребенок в люльке капризничает, уже из матери с отцом веревки бьет. Ну это, нетрудно понять. Церковь, которая была, и говорит, что, чтите предание, преданием называлось то, что Павел говорил, передавал устно. Как только написал это, это стало писанием. Не сегодняшнее предание, что и курить можно, все одобряется. Женщины приходят, 90% обортницы, за один аборт, 10 лет от учения. Второе правило Василия Великого. Да это устаревшее правило, мы немощные. То есть немощные родить, а убить не немощные. Вы посмотрите, как мы и залгались. Это священники нас учат такими. И Бог их давно может отверг, а мы этого не видим и не знаем. Спрашивают, что делать. Я могу сказать, научитесь плакать. Вот не просто плакать, когда тебя обидели, а убога, выпроси этот дар. Я прожил, как уберил, 61 уже год, и ни разу не встретил человека, тем более мужчину, который бы просил убога этот дар. Я бы мог с ним поговорить, как ты себя ощущаешь. Мне Бог позволил это. Я выпросил его. Проси да знай. Остановки нет. И час, и второй, ты будешь только плакать, все перед тобой будет проходить. Павел говорит, я 30-й год учил вас со слезами, не со смехом. Не то, что конспектировал, сидел. Со слезами. Учил вас день и ночь. 20-я глава, мы сейчас посчитаем ее. Вот что об этом нам говорит Слово Божие. Евангелие от Иоанна 10-5. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. А это знают. А я слышал, мне сказали, кто-то сказал тебе, что в пользу от этого. Ну, он сказал, что ты такой-то там сделал где-то. Ну, даже такой. Ты хочешь сказать, что в занятия ходить не будешь, и все-таки мне нужна тебе. то есть человек ищет, вот ему надо что-то сделать, а я не один так думаю, ты вор. Ну, ты видел так, ну, видели, как ты новые валенки нес. Да это на работе нам дали. Разве дают? Он не знает, к чему присыпиться. Ну, если ты работаешь где-то, ты такой след оставший, не просто наследила там грязными ногами, а след, чтобы вспоминали. Вот это делать. А у нас работала одна сестра такая, она всегда говорила о Боге. Вот в гостиницах, там особенность Юга, когда приезжает, и хорошие, которые там, ну, разное, женского пола, они сразу начинают к ним приставать. И к одной нашей сестре такой подкатил, как говорят, она ему сказала, чужая жена, это тесный колодец. Эти слова его пронзили, он сразу, вы как сказали, чужая жена, это тесный колодец, обратно не вылетишь. Он сразу попятился, вышел, больше ни разу не подошел. Научитесь говорить параметрами священного писания. чужая жена, тесный колодец, туда нырнешь, но обратно тебе уже не выбраться будет. А что, муж не удовлетворится никакими подарками, пока не уничтожит тебя. Ты маленько думай, за кого выходишь. Недавно только одна за мусульманином выходила, сколько она спрашивала, и все равно вышло. Она не знает, что дальше будет. Она может у нее четвертая, двадцать пятая. ее убеждали, христиане, наши группы. И однако сделала, я могу только сказать, они научились плакать. Мы бы на потоке слез вытащили ее, но ей там понравился он. Я буду потом расскажу, если хотите знать, когда правительство до президента доходит, разводятся, а он в чечении, что он ребенка никогда не отдаст. У нас написано, она тогда к президенту, такая певица важная. А он говорит, я не могу вмешиваться, у них в Коране написано. Вот и все. И она ничего никогда не сделает. Свидания мы не запрещаем, приходи, но это джигит растет, а у вас квашня какая-то будет, подкаблучник вырастет. Это понятно. Другая нация. Деяние 17-18. Некоторые из опекурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот отцу из слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благорествовал имя Иисуса и воскресения. Мне вчера напал один на меня, а вы вот, я считал, вы там против мощей. В какой стадии я против? Я их беру, выбрасываю? Нет. Я сказал, мощи, это труп. Другого названия нет. Как это? Святые мощи, труп. Писание говорит, Христос, где труп, там орлил, он свое тело трупом называет, потому что казнен был. Иноха, Илью убьют, говорит, и трупы бросит на улице города трупы. А что? Первое, что Христос сказал, прах ты, прах это тонкий свой пыли. И в прах возвратишься. Ни в какие другие предметы, ни в кресты, нигде там. В прах. И в прах возвратишься. Сколько бы вы не придумали, Да-ка мощный сил. У всех религий есть мощный. У буддистов. Так у них не такое. Ему уже, кажется, 700 лет прошло по пещеру заходить. Тут Эрнест один был с нашей страны. И пульсирует кровь. Он лежит как живой. Приходят люди и получают просимое. Дьявол, что не сделать? Ты можешь через огонь пройти, по воде пройти, лишь бы закрепить тебя в ереси. Это не доказательство. Доказательство одно. Что сказал Бог? Оставьте мертвецам. Хоронить. Не выкапывать, а хоронить мертвецов. Я не понимаю, что тут непонятно-то? И притом это да... Вот знаете, тут мощи сейчас везут там Александра Невского. Там с работы отпрашиваются. Шесть часов в очереди стоят. Люди-трупы. Ну мы можем понять это и хотя бы родным-то сказать трупопоклонники. У нас есть сколько? Есть там оно все. Мы-то не заходим. Мы не видим их. Но без этого нельзя. Сделали там... Ну ты маленько-то смотри. В одном только храме мы приехали к нашему бывшему епископу. Там кажется 414 что ли мощей от разных людей взято. И что, лучше стали? Да нет, конечно. Как оно может? Это дикат считает. Я его убил, его сердце съел, его храбрость перешла на меня. Здесь этого не будет. Судим был каждый по делам своим. Похоронили и мертвый принадлежит Богу. Он уже распоряжается. Восстанет на суд. Раздадутся архангельские трубы и человек восстанет. И считаем далее. Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмой? Второе. Коринфянам 6.14 Не подклоняйтесь. Вот я о чем говорю. Не подклоняйтесь. Ну а вы как? Я стою в это время, молюсь и думаю, что же, Господи, ничего не меняется у нас. Да никак не. И нам Бог дал такое положение, что над нами нет того, которое бы епископ сказал и мы делали. Эти оттолжили, а сюда мы не идем. А чтобы оттолжили такого в мировой практике не было. Настолько уникальна наша община. Мы их признаем, ходим, молимся, но над нами власти они никакой не имеют. Я просто, чтобы вы знали это дело. Поэтому момент, который сейчас у батюшки в руках, он не представится никому, кроме нас. Первое темопео 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Поспешно, то есть вовремя. Какой возраст должен быть? А возраст должен быть не меньше тридцати лет. Об этом правило говорит. 6-й Вселенский Собор, 14-е, 15-е правило. Дьяконы не раньше 25-ти. А сегодня такие 17 лет уже вархимандриты могут поставить. Даже патриарх, который до 30 лет в епископы поставлен был. Ну это каноны когда были, то есть они попрали. А без канона при церкви нету. Православной. Почему они презирают? Потому что утонули в этом. Неправильно рукоположены. Неправильно все это делает. И поэтому по-другому не может быть. А то чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. А исповедуется? Да нет, конечно. Но причащаться любого, кто бы он ни был. Даже разговаривать не буду. Махнул маленько, крестить только ладошкой задел. Мы не то делаем. А как? Это все чужое. Вот это ладошкой мокрое от католиков пришло. Это чужое для нас. Помните, мы православные будем сколько возможно чистоту православия сохранять и наводить. Богу нашему слава в веки веку. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok